Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Я хотела бы разобрать сегодня с вами три очень серьезных вопроса, три новости, которые меня заинтересовали, зацепили, да, ну и для многих из нас, из вас, они актуальны. На слуху три события. Первое событие. Китай признал Россию агрессором, да, на заседании он. Ну, вы все об этом слышали. Их долгая нейтральная позиция, и не только их, там еще и Бразилия, да, присоединилась, то есть там уже и Африка туда же, да, уходит, отворачивается от России. Ну, Китай нас интересовал, в принципе. После разговора с Зеленским Китай меняет свою позицию. Очень прикольно отыгрывается семерка мячей, да, когда я вам говорила, к России и Китай настроен осисяй, осисяй. Конечно, конечно, помогу, помогу. Но семерка мячей, украденное оружие, первой карты отыграется. Вот оно отыгрывается, мы это видим. Но я хочу посмотреть, что будет дальше. Второй вопрос, это позиция Папы Римского, да, который очень уж, понимаете, слушайте, ну, если ты уже пытаешься мутить, играть как-то, да, вести свою игру, то хоть дело это по уму. Он поперся к Орбану, а потом заявляет, что хочет еще встречаться с Кириллом. Понимаете, во благо Украины, во благо мира. С кем? С Орбаном ты ведешь диалоги во благо мира в Украине? С Орбаном, который предъявляет свои претензии к Украине? С Кириллом, который хочет все отжать у Украины, обвиняет ее в сатанизме? Да, интересная позиция у Папы, я ему хочу сказать, да? То есть он идет в коалицию с нашими врагами для того, чтобы нам помочь. Нет, ну давайте называть вещи своими именами. Именно так. Он идет на переговоры в коалицию с Путиным, с Кириллом, с Кириллом, с этим Орбаном. Для чего? Якобы для помощи. Да ты что? Может быть он наш секретный агент во вражеском тылу? Давайте рассмотрим этот вопрос тоже. Ну и еще один вопрос, который меня заинтересовал. Так, что там у нас? Вопрос Крымского моста, мой хороший. Еще раз хочу посмотреть, поскольку сейчас начинается движуха, очень интересные заявления и Буданова, и Резникова, да? И там отсекают Крым от России, вот и в данном случае мне очень интересно, потому что до сего момента мои расклады на этот мост тютелька в тютельку, да? Когда его уже там похоронили, все разрушили 10 раз. В этом случае у меня всегда стабильные расклады. Ни хрена сики, ни хрена сики, стоит, когда был вот перед ударом, да, был у нас расклад, что удар будет, движение остановится, но он стоит, но хоть тресни. И пока что во всех раскладах он стоит. Я хочу посмотреть, дальше что же будет дальше, да, потому что ну идет же, меняется ситуация. Еще раз посмотреть с этим мостом коцек отцов, что будет. Интересные вопросы, да? А давайте начнем. Итак. С чего мы начинаем? Ну, с Китая. Сначала, так сказать, да? С востока. Итак. Китай. Позиция Китая сейчас относительно войны. Какие действия следует ожидать от Китая? Ближайшие действия относительно войны. Мы будем смотреть в позиции к Украине. Сразу, да? Если плюс или минус, то это относительно Украины. Вот так давай. Позиция Китая в этой войне относительно Украины. Ближайшие события. Что будет делать Китай относительно Украины? Украины. Украины. Китай относительно Украины. Троечка с жезлом. Видите, восемь мячи. Ну, вот опять влюбленные с королевой с жезлом. Вот они, влюбленные с королевой с жезлом. Тройка Пентаклей. Ну, давайте еще одну. Восемь. Восемь Пентаклей. Ну, вы знаете, мы увидим активные его действия. Явно активные действия Китая. Еще я вам говорила. Помните, что скоро мы увидим какую-то вот эти Пентакли. Неожиданные какие-то Пентакли от Китая. Понимаете? Заговорить по-другому. Сразу вам хочу сказать, мои хорошие. Все, что происходит по факту сейчас с Китаем относительно Украины, это происходит вынужденно. Потому что, по большому счету, у них связаны руки. И вся та позиция Китая, которую мы будем наблюдать, она, конечно, вынужденная. Ну, вынужденная. Потому что это так выгодно в их интересах. И они бы, может быть, более выгодно еще по-другому сделать. Но по-другому связаны. Понимаете? Вот они бы хотели, может быть, как-то ближе с Россией. Потому что они реально так бы хотели. Но не могут. А потому что они, ну, не могут, мои хорошие. Потому что в новых каких-то их дорогах связаны у них руки. Поэтому они все-таки будут толкать все-таки вот эти всякие переговоры, примирения, пытаться быть каким-то там, да, таким вот активным, иметь активную позицию относительно влюбленных. То есть переговоров, какого-то выбора. Все-таки будет достаточно активная позиция. Миру мир, мы за мир. Как бы для Украины мы пока что видим достаточно эффективная позиция для нас, для Украины. То есть достаточно эффективная. Не могу сказать, что это прямо, тут знаете, прям находка для шпиона Китай. Но то, что будет сейчас Китай нам показывать, так или иначе, Украине оно продуктивно на пользу неплохо. Неплохо. Да, они вынуждены так поступают. Не потому что у них сильная любовь. Но все равно есть влюбленные. То есть мы видим все-таки позитивную для Украины, эффективную, эффективную позицию, сотрудничество. То есть сейчас от Китая вынуждена, еще раз говорю, все-таки следует ждать какой-то достаточно нехорошей, хорошей эффективности, таких приятненьких, таких моментов эффективных. То есть они что-то делают для Украины, вот так я бы сказала, да, вынуждена, но делают, делают для Украины. Ну, норм, более-менее, да, хотя бы с этой стороны я не вижу прям десятки мечей в спину. Пока что вот так. Ну, уже ладно, галочку можно поставить на Китай хотя бы, да. То есть люди встали уже на какой-то путь, вынуждена, не вынуждена, но они на него встали, да, они на него встали. Так, хорошо, следующий вопрос, Папа Римский, да, Папа Римский, ну, давай-то, к чему бы это, да, что это за такие заявления, и в чем же истинные мотивы, чего на самом деле хочет Папа Римский, чего он хочет, что он вообще делает на самом деле, да, где она, правда, 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 правда про Папа Римского, правда про его заявление, истина, где она, истина, истина, она императрица, видите, меняет позицию, к новым берегам идет, в разочаровании, новые дороги, сейчас посмотрим, видите, достаточно активная позиция сейчас будет у Папы, луна, ну, мутит Папа, Папа мутит мир, ну, у Папы все-таки, видите, позиция сейчас по императрице, по миру финальному, это все-таки, да, он действительно будет сейчас активно продвигать тему мира и спасения, ну, да, вот это реально он будет активно продвигать, активно. Можно ли Папе верить? Я бы не верила, что мы имеем луну, и истинные его мотивы, они скрытые, истинные его мотивы, они в разочаровании, потому что он чего-то ждал, были у него какие-то свои планы, свои мысли, но он разочарован реально, в чем-то разочарован, ну, в чем, в ком, возможно, в результатах этой процесса войны, возможно, там, в каких-то обещаниях России, еще в чем-то, ну, в общем, понимаете, думал он одно, а вышло оно по разочарованию, и, исходя из этого, он, конечно, меняет свою позицию, идет к другим берегам, в общем, мои хорошие, это называется, Папа переобувается практически в полете, переобувается в полете, конечно, его действия так или иначе будут вести все-таки к окончанию войны, да, к окончанию войны, к какому-то миру, да, к императрице, к спасению, это будет помощь, мои хорошие, да, помощь, ну, посмотрите, есть у нас иллюзия, иллюзия, почему я говорю, нужно ли папе верить, можно ли папе верить, а луна, мои хорошие, луна, понимаете, вот, помощь, это, да, я помогаю, я такой вот, вот я прям этот, агент-шпион мира, агент мира, там прям, агент влияния, но иллюзии, мои хорошие, иллюзии, поэтому я бы сказала, ну, хорошо, пусть папа ходит, куда он там ходит, пускай он там идет, там, Корбан он идет, Кирилл, иди уже, куда ты хочешь идти, но доверять стоит ли ему, нет, мои хорошие, я бы не доверяла, потому что мутная здесь история, мутная здесь, очень уж мутная история с этим папой, так, давайте так, ну, а почему она такая, потому что он разочарован, понимаете, если раньше думал, ну, протянуть резину он может, да, если тут немножко подождать, протянуть, то все-таки все получится, как они хотят, как они задумали, а тут ведь он разочарован, понимаете, и понимает, что нужно идти к новым берегам, нужно что-то делать, нужно менять свою позицию, вот он ее и меняет, мои хорошие, меняет, но сам еще все-таки меняет для спасения, но еще, видите, все еще под луной, то есть эта позиция еще достаточно нечеткая, потому она говорит, все тайно, пока нельзя оглашать, знаете, почему нельзя оглашать, потому что он еще сам не уверен, потому что он еще сам не уверен, жук еще тот, в рясе, так, хорошо, давайте, отношения папы римского к России, к России, к России, ну, к России, видите, очень благосклонно настроен, королева кубков, пашкубка, очень благосклонное отношение к России, единственный момент, что все равно, видите, по колесу фортуны, оно может неожиданно поменяться, да, оно очень благосклонное, он готов их слышать, да, разговаривать, но единственное, что по колесу фортуны, оно нестабильное, может резко меняться. Отношение к Украине, истинное отношение папы римского к Украине, Ага, победа в собственном доме, мои хорошие, в общем, судя по всему, он уже понял, видите, к Украине, как победителям в собственной стране, да, он уже понял, кто в этой войне выиграл, он уже понял, до него дошло, наконец-то, что Украина уже победила, весь мир ее поддерживает, и, ну, тут как бы все уже, все, понимаете, все, вот то, что я говорю, да, он что делает? Меняет позицию, идет к новым берегам, еще в сомнениях каких-то, да, но для него важно быть же ж на, понимаете, на светлой стороне, для него важно же быть вот этим императрицей, понимаете, спасителем быть, а не оказаться вот на стороне зла, вот есть вот такой момент, мои хорошие, так что к Украине он, видите, а, по страшному суду, видите, он, значит, решил, что, значит, такова воля Божья, да, ну, раз уж Украина выигрывает в этой ситуации, раз уж Украина победила и отстояла себя, значит, на то воля Божья, и, хотя он и к России очень хорошо расположен на самом деле, но по колесу фортуны, знаете, все в этом мире переменчиво, да, все это вот, ну, вот такая позиция, вы знаете, это называется как, не хочу тут, в общем, говорить нехорошее слово про Папу Римского, нехорошо это, не будем это делать, но это, знаете, вот это вот колесо фортуны, да, я бы сказала так, да, власть меняется, да, власть меняется, меняется и отношение Папы, меняется его позиция, она все еще под луной, она нестабильна, он, знаете, боится все еще проиграть, поэтому, знаете, придает таинственности некой своим словам, да, вот это вот прям тайны, да, а Украина, говорит, там и не в курсе вообще, вот, но это еще один знак, вы хотели, мои хорошие, знать, какие знаки победы, да, те самые какие-то знамения победы Украины, вот вам знамения, Китай вон отворачивается от России, Папа Римский, понимаете, делает такие таинственные знаки, вот, пожалуйста, да, Макдональдс вернулся в Днепр, это все знаки победы, мои хорошие, это все знаки победы, нужно нам еще пройти этот путь, но, тем не менее, мы напрямую, на финишной, и это видно и в действиях наших друзей, в действиях наших врагов, в действиях хитрожопых разных, извините, понимаете, там, типа посредником, во всем эти знаки победы Украины, и это факт, очень забавно за этим наблюдать, но она неизбежна, она уже случилась, она уже случилась во вселенной, в принципе, да, но нам нужно уже фактически просто дойти до нее, и, конечно, она еще потребует определенной цены, но она уже случилась, и все об этом говорит, такой расклад, мои хорошие, такой расклад, ну и что, вопрос с моста, давайте, вопрос с моста, вот такой блиц у нас сегодня получился с вами, вопрос с моста, Крымский мост, что же с тобой будет-то дальше, прям вот интрига, Крымский мост, что там, Крымский мост, конечно, он нужен Украине, с другой стороны, чтобы уже, опять, выехали все вот всякие разные мразь, да, из Крыма, вот, с другой стороны, понимаете, отрезать, окружить, это значит же, что его как-то разрушить, а с третьей стороны, опять же, понимаете, через Крым, понимаете, через мост, двинуть нашими танками на Россию тоже можно, потому что, а как иначе, их же нужно там контролировать, да, и как-то там отсечь, какую-то зону сделать там, буферную, ну что-то еще, ну, то есть мост, это же дело нужное, да, пока у нас в раскладах все-таки мост стоял, и он стоит таки, больше года, всегда, во всех моих раскладах, хоть ты тресни, он стоит, зараза, удар был, но он стоит, вот видите, вот так вот, все же так получается, удар был, но он стоит, а что же дальше с ним будет? Крымский мост, давайте попробуем, судьба Крымского моста, ой, мои хорошие, ну не знаю, не знаю, не вижу разрушения, смотрите, интересно как, да, интересно, смотрите, по воде едем, едем на лодках по воде, где-то он мне, знаете, становится вот такая визуализация, Крым, мост, да, Россия, Россия под флагом российским, а Крым, кстати, под желтоблокытным цветом визуализации, и вот, знаете, такой цвет, который вот так Крым как поглощает этот вот наш желтоблокытный, он как поглощает Крым, и на мост, знаете, заходит, и мост тоже я вижу желтоблокытный, мои хорошие, вот хоть тресни, да, Не разваленным, я его вижу в жопто-блаке. Ну, визуализация. Ладно, давайте посмотрим на расклад. Это же игры фантазии у меня такие. Что же будет с Крымским мостом? Смотрите. Пять, пять, пять мечей, да? Пять мечей. Ну, смотрите, все равно императрица. Я влюбленный, а все равно договор. Посмотрите мой вот этот крайний расклад на мост. Там вот эти влюбленные, двойка кубков, да? Что все равно какой-то договор. Видите, спасение мосту я вижу. Помощь какая-то, смотрите. Вы понимаете, тройка пендаклей? Ну, вот как-то им пользуются. Есть какое-то использование его, сотрудничество, да? С ним работа идет. То есть он должен как-то функционировать. Все равно. Хотя вот она, агрессия, присутствует. То есть некая нападка агрессивная, да? Момент какой-то военный. Несомненно, он есть, да? Но все равно мы имеем спасение. Мы императрицу плоды. Мы имеем влюбленные, да? Некий выбор договор. Карта помощи. То есть с его помощью, с помощью этого моста что-то будет происходить. Что происходить? Какая-то работа, да? Тут вот... Так что, ну, не вижу я его разрушения. Хоть ты тресни. Нет, не вижу. Есть агрессия, военные действия, конфликт. Но где разрушение? Императрица. Нету разрушения. Нету разрушения этого крымского моста. Смотрите, есть обман Пентаклиова короля. Вы знаете, его могут брать на понт. Могут просто вот этими угрозами. Сейчас разрушим, сейчас разрушим. Текайте. Могут на самом деле, видите, вести... Это как еще один способ борьбы. Могут вести специально. Провоцировать, обманывать, провоцировать их на какие-то действия. Что сейчас мы... Вот сейчас мы его развалим. Сейчас мы развалим, да? Чтобы текали, например. Ну, например, да? Или что-то такое. Ну, смотри, я все равно вот за последний жезл держусь. Ну, карта какая-то спасения. Опасная ситуация, несомненно, да? То есть будут вокруг него прямо там ух-ух-ух-ух. Я говорю, я не исключаю, что будут какие-то агрессивные вот эти вот... Может, будут, знаете, там, я не знаю, какие-то взрывы, что-то там какие-то поезда сходить с рельс, что-то взрываться, да? Вот что угодно, да, такая. Но чтобы он был разрушен, мои хорошие, не вижу. Ну, все равно, ну, тройка Пентакли, это все равно какая-то его работа. Последняя карта в колоде звезда. Ну, все туда же. Буду очень удивлена, если его развалят. Все-таки, считаю, что будет он как-то использован. Использован как-то хитренько, как-то во благо. И вообще... Ну, стоит пока. Пока стоит. Давайте так, ждем, да? Вот пока ситуация такая, какая вот она есть. Отшельник, ожидание, да? Опять же, вот у нас двойка мечей, да? То есть я не думаю, что в скорости будут какие-то локальные, серьезные, там прям серьезные изменения с этим мостом. Пока вот ждем еще, да? То, что могут быть активные какие-то действия, могут. Но разрушения я не вижу. И смотрите, еще и снова карта дороги. Снова карта дороги. Очень интересно, да? Может быть, она может намекнуть на то, что он поменяет свою прописку, например, да? Был какой-то... Значит, мост российский станет украинский. Ну, например, мои хорошие. Да? Какое-то движение, перемещение. Возможно, он будет нужен действительно для массированного движения, да? Вот эта тройка Пентакли, использование его для массового движения через воду. Может быть, да? И так, может быть так. Вот. На остров, с острова на материк, да? Может быть, мы видим остров, полуостров, остров. Ну, вот такая история, мои хорошие. Так что, все-таки, пока стоит. Стоит. Будут ли там какие-то активные действия, боевые, агрессивные? Скорее всего, да. Мы видим пять. Пять мечей. Но сказать о разрушении, пока я не вижу разрушения. Все-таки, ну, не вижу. Пока не вижу. Стоит себе по императрице. Как-то им пользуются. Ну, вот так. Пока так. Посмотрим, как дальше будет. До новых встреч. Спасибо за эфир. Приходите на канал. Всегда вам рада. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. Будем жить. Спасибо.